Если человек, аль-хамдулля, его религия, его тухейт, его едино Божие чистая, то, аль-хамдулля, это человек счастливый, это человек на прямом пути. И он сможет сказать перед своей смертью «Ля Илляха Илля Аллах». Как сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейхимусалям. Иногда бывает то, что человек всю жизнь неправильно живет, поклоняется кому-то, чему-то помимо Всевышнего Аллаха, или не верит в Аллаха, или не боится Аллаха, или не стесняется Аллаха согрешить, или не торопится к Аллаху, не любит Всевышнего Аллаха. Говорит, я перед смертью скажу «Ля Илля Аллах Илля Аллах». Нет, не сможет он сказать. Не сможет. Почему? Потому что Пророк Мухаммад, саллаху алейхимусалям, сказал «Ман аши аля шеймати алейх». То, кто на чем жил, на этом и умрет. Если человек постоянно, он «Ля Илля Аллах» не говорил, говорили какие-то другие плохие слова, или плохо вел по отношению к Аллаху, был несправедлив, то он скажет то, что всегда было на его устах. То, на чем он жил, на этом и умрет. Шейх Мухаммад Хассан в своей книге пишет то, что один из моих учеников пришел ко мне и плачет. Один из египетских ученых. Почему ты плачешь? Мой отец умер. Всем умрем, сыночек. Я не плачу то, что он умер. Я плачу, как он умер. А как он умер? Он умер, астафуаллах, айяду биллях, пускай Аллаху, субханаллах, всех убережит и всех наших близких. Он умер лицом в унитазе. То есть, субханаллах, и там лицом туда умер. Что он делал? Вырвало его, и он умер. Спросил я маму, чем он занимался. Он был из тех, кто давал деньги под проценты и брал под проценты. То есть, на это жил. На чем жил, на этом и ушел из этой жизни. Поэтому, также были случаи, когда человек перед своей смертью, его говорит талкин, талкин, то есть, скажи ляйлях, скажи ляйлях, скажи ляйлях. Как на аваре была перевинулась машина, человек лежит и говорит, дайте мне последнюю сигарету у меня закурить, чтобы я и с этим уходу из этой жизни. Или кто-то, скажи ляйлях, ляйлях, он последнюю песню поет и с этим уходит. То, что он на чем жил на этом уроду. То, кто на чем умер, на этом воскресенье, сунный день. То, кто был искренен с Аллахом, Аллах, по отношению к нему проявит свою искренность. Аллах, по отношению к нему, проявит свою искренность. И где вот этот иман, где его вера, она в сердце. Где его бог боязни, она в сердце. Аллах, субхану ва-та-Аля, сказал. Сказали бедуины, Мухаммад, мы уверовали. Мы иман приняли, мы уверовали, стали верующими. Всевышний, субхану ва-та-Аля, сказал. Скажи, вы не уверовали. Скажите, что вы только приняли ислам. Только подчинились, только покорились. А когда зайдет иман, вера, проникнет в ваши сердца, тогда сможете сказать, что вы верующие. Поэтому Аллах не спасал книгу, Кур'ан, на сердце пророка Мухаммада, как руководство для нас. И не спасал он именно на сердце. Аллах, субхану ва-та-Аля, описывает Кур'ан. То есть, это писание от Аллаха, субхану ва-та-Аля. Кур'ан, слова Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля, не спасал именно на сердце пророка Мухаммада, саллаху ва-та-Аля, не на его разуме, а на его сердце. Хатим Далили из Кур'ана Всевышний сказал. Поистине он, Кур'ан, не с посыланием Господа миров. С ним Аллах послал лучшего из своих ангелов, Джибраиля, алей салам. Аля кальбик, на твое сердце, Мухаммад, не сказал Всевышний Аллах, на твой разум или тебе. Аля кальбик, на твое сердце. Литакуна минальмунзирин. Дабы ты был из числа увещевателей. Билисанин арабийим мубин. На ясном, четком арабском языке. То есть, здесь, субхану ва-та-Аля, как в Кур'ане сказал, Аллах все, что пожелает, создает, и он избирает. То есть, сделал одного пророка лучше, чем других пророков. Одного ангела лучше, чем других. Одну местность лучше, чем другую местность. Один месяц лучше, чем другой месяц. Одна ночь лучше, чем другая ночь. Один день лучше, чем другие дни. Как, например, день Арафа лучше, чем все остальные дни. Ночь предопределения лучше, чем остальные ночи. Рамадан лучше, чем остальные месяцы. И так далее. Джибраиля, алей салам, лучше, чем другие ангелы. И Всевышний Аллах избрал самое лучшее, все, что связано с Кур'аном. И сказал, во-первых, это от него самого, от Господа миров. с ним не спасла Всевышний Аллах. Самый лучший из ангелов Джабраиля, Рух, Рух Амин, Джабраиль, на самый лучший сердец, на твое сердце, Мухаммад, на самом прекрасном языке, на языке арабском, четком, ясном арабском языке. Опять же, Аллах говорит, касательно Корана, это разъясняющее знамение в сердцах обладателей знаний, не в разуме, в сердцах обладателей разум. Дальше, Субхану Ва Тааля говорит, неужто люди не размышляют над Кораном или на их сердцах замки, Аллах не сказал, на разуме замки, на сердцах замки. Дальше, Субхану Ва Тааля сказал, Всевышний Субхану Ва Тааля сказал, описание верующих говорит, «У них сердца, которыми они не размышляют». То есть не разум, а именно сердца, которыми они не размышляют, сказал Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану Ва Тааля сказал, скажите, вы не уверовали, а вы приняли ислам, а вот когда и вера проникнет в ваши сердца. Поэтому, когда человек умирает, он в могиле, каждый хочет спастись от наказания. И Аллах Субхану Ва Тааля пошлет двух ангелов и будут задавать вопросы. Три вопроса. Кто твой Господь? Какая твоя религия? Кто твой пророк? Верующий скажет, если из умы пророка Мухаммада, саллаху алейхимасалам, «Рабья Аллах, мой Господь Аллах, диняя ль ислам, моя религия ислам, Набия Мухаммад, саллаху алейхимасалам, мой пророк Мухаммад, саллаху алейхимасалам». Неверующий человек скажет, «А, ла адри, я не знаю». Мунафик лицемер, о которых Всевышний сказал, «Инна л мунафикина фиддарки асфали минан нар, поистине лицемеров, на самом дне ада, они скажут, «А, кунту адри фанасит». Я знал, но забыл, я знал, но забыл. Биллахи алейкум, братья и сестры, любого человека спросите на сегодняшний день, «Знаешь, кто такой Мухаммад?» Неверующий человек скажет, «Я знаю, кто такой Мухаммад, это пророк мусульман». Знаешь ли, кто такой, что такое ислам? Да, это религия мусульман, Аллах, Бог, Создатель, все знают. Даже на сегодняшний день самое такое популярное имя в Англии – это Мухаммад. Но почему они не смогут ответить, дабы спастись на доказание? Не зашло в сердце. А мы знаем то, что Судный день, то есть разум Аллах дал нам только для этой жизни, чтобы отличить «Хакканильбатль», отличить истину от лжи, хорошее от плохого, халяль от харама. Но там не будет разума, там будет только сердце. Поэтому то, что в сердце было, человек сможет ответить. Если в сердце проникло тавхид – единобожие, то он сможет также легко ответить на вопросы и зайти в вечную райскую обитель Всевышнего Аллаха. Если не проникло, если даже он знал в разуме, то есть бывает, человек, некие востоковеды бывают, которые собирают информацию против того, чтобы… против ислама, против религии, у них бывает иной раз больше знаний в голове, но, однако, в сердце нету, поэтому не сможет ответить человек неверующий Всевышнего Аллаха. То есть бывали люди, которые у них информации много об исламе, много о Коране, о пророках и так далее, но они как бы не веруют в Бога, не веруют во Всевышнего, потому что вера не проникла в их сердца, даже если в разуме у них есть большой багаж знания. И это знание не принесет им пользу, это не принесет пользу, кроме как будет свидетельствовать против них самих. Поэтому, аль-хамдулиллах, то что мы верующие, благодарим Аллаха за веру, за религию, просим Всевышнего Аллаха, как Он на нас полюбил верующими, единобожниками, чтобы с этим единобожием, иншаллах, покидать, разлучиться в итоге, через много лет жизни, иншаллах, после того, как мы с вами много добра принесем в этой жизни, для уммы пророка Мухаммада саллаху алисам, для человечества, иншаллах, покидаем эту жизнь со словами Таухайда, единобожия, и попасть в вечную райскую обитель, ведь не будет райской обители тому, кто не верил во Всевышнего Аллаха, и не будет райскобитель тому, кто предавал Аллаху Субхану Ва Та'Аля со товарищами.